Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры из Перми, Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, я нахожусь на месте, где 14 сентября 2008 года был, упал самолет. Вот это был теракт, да, так сказать. Хотя официальная версия была совершенно другая. Вот 14 сентября такая, ну, памяти небольшую сделали, высадили. С этой цветочки там, такая братская могила и так далее. Ну, вы знаете, я не хочу все версии, так сказать, пересказывать. Мне кажется, настолько очевидно, что это не было никакой, так сказать, что это не было никакое падение. Это был теракт. Сорок сбили, он летел в сторону Лукойла. Совершенно это очевидно. И, так сказать, те факты о том, что сотни фактов, которые говорят о том, что это было именно так, удивляет другое. Вы понимаете, конечно, есть государственный интерес, безусловно, что нельзя, так сказать, поддаваться панике и идти на, так сказать, террористов на поводу. Безусловно. Но удивляет, как по команде пресса вся замолчала. Так, как по команде пресса вся перестала, так сказать, писать и правдивые версии высказывать и так далее. Но это ненормально. Во всем мире, конечно, государство где-то пытается управлять, но есть институты государственные, которые контролируют государство, а то есть и пресса, которые не так-то легко подсадить на мордник, бросить на народ. Да, действительно, может быть, есть какие-то государственные интересы и так далее, но вот это пугает. Не понимаете, чем дело. Поэтому, ну, в такой стране ФСБ, а я сам выходил из системы, в такой стране ФСБ работает на удовольствие. То есть, ничего, судебной системы нет, прессы нет, тебя никто не контролирует. Но самое-то удивительное, что это хуже для ФСБ. То есть, тот личный состав, который сегодня там, он не способен решить ни одной задачи. Почему? Как раз поэтому, что никто не контролирует. Ни пресса не контролирует, ни свободной СМИ нет, ни судебной системы нет. Вот видите, вот это будет такая аллейка, деревья, там памятник и так далее. Да, очевидно, что это был теракт. И все варенговцы говорят, что даже люди здесь, которые гуляют, они открыто говорят, что его сбили и так далее. Поэтому, в общем-то, безусловно, что это, ну, это страшно. Вот знаете, страшно в такой стране жить. Почему? Потому что, ну, ничего нету, ну, так нельзя. Вы понимаете, что, господа, ну, должны какие-то быть условности. Да, безусловно, есть вещи, которые нужно где-то скрывать и так далее, но государство это не так просто сделать. Почему? Потому что есть прокуратура, есть, так сказать, судебная система, есть СМИ. А когда вы по щелчку пальцев всех выстраиваете по команде СМИ, и говорите, молчайте, все молчат, получаете, так сказать, теракты, взрывы и так далее. Самое интересное, что это не последнее. Потому что, когда нет нормальной системы безопасности, а, как говорил великий Сталин, кадры решают все. С тем же составом, я знаю этих людей, ну, послушайте, еще раз говорю, и грагатки страшно им доверять. Пропьют, разворотят, ну, просто там, ну, я не знаю. Вы понимаете, ну, кто будет работать, что я буду служить, пошел бы служить в Ельцину, что ли, там, да, он должен конфликтовать, ругаться, он должен быть здоровый, крепкий парень, так сказать, который бы постоянно провоцировал, конфликтовал, его нужно ненавидеть. А там совершенно другая публика, там их дети, они по команде, дали команду молчать, они молчат, дали. Это ненормально для ССБ, и если граждане не защищают наш, опальных сотрудников, которые конфликтовали, расследовали и так далее, то что вы хотите, вот вы и получили. Взрывы, так сказать, пожары и так далее. Вот, пожалуйста, смотрите, это, вот я иду туда в сторону Красной Могилы, здесь такой мемориальный небольшой комплекс сделали и так далее. Опять, вот видите, обещали положить плиткой, а залили только цементом, что дешевле, но вызывает сомнения. Понимаете, вот куда ходишь, и как следственный работник бывший, видишь, что наверняка, конечно, своровали, даже здесь. Ну, что за страна такая, вы понимаете, приходится просто ходить и улыбаться. Вот, вот видите, вот такой сделали, мемориальный комплекс, тут все, там 300 человек погибло. Видите, такая, и списки, сколько там, сколько человек погибло. Видите, вот списки людей, наброски. Да, ну, в общем-то, если бы дом стоял, мы соблагородили и так далее. Вот такая ситуация. Спасибо Бессону, Пусть и Борисову.